Приветствую вас. Ситуация, которую вы описали, в целом, понятна. То есть, есть у вас молодой человек, который позволяет себе общение с другими девушками, да? Есть вы, которая ревнует его. И, собственно говоря, есть некая такая ситуация, в которой вы оказались. Краеугольный камень вашей проблемы, на мой взгляд, заключается в том, что вы считаете, ну или считаете, или думаете, что общение молодого человека с другими девушками быть не должно. Вот, на мой взгляд, это ключевой момент. Вы считаете, что его общение с другими девушками быть не должно. Вы говорите, что сколько бы ни говорилось, что не нравится, он навязывает мне свою позицию, что это просто общение, это просто знакомые, и он с ними даже не видится. Вот, скажите, пожалуйста, почему вы ему не верите? Видите ли, ревность, она всегда происходит из неуверенности в себе, в страхе одиночества, то есть ревность всегда происходит от неуверенности в себе, от страха одиночества и, соответственно, от непринятия себя. То есть человек вам нужен для того, чтобы вы не были одна, чтобы через него вы, ну, возможно, или как-то, значит, скорее всего, чувствовали себя нужной, значимой, важной и так далее. И у меня к вам вопрос такого плана будет. А почему вы считаете, что молодой человек должен не общаться с другими девушками, если это только общение действительно и за этим ничего не стоит, ради вас? Но нравится ему это, так в чём проблема? Если он флиртует с ними, это другой вопрос. Если он флиртует, там, делает им комплименты, говорит, какие они там красивые, например, или что-то в этом роде. Это да, это да. Но вы не говорите, какое именно общение у него с ними. И пока получается просто так, что вы из-за того, что ревнуете, давите на него. Отдаляете его от себя. Вместо того, чтобы, наоборот, приближать. Вместо того, чтобы, наоборот, показывать, какая вы яркая, единственная для него и неповторимая. А когда вы ревнуете, вы волей-неволей внушаете ему, что он может изменить. Потому-то вы не уверены в себе. Потому-то вы допускаете, что вам могут изменить. А мужчине нужно знать, что его женщина в себе уверена и считает себя, в первую очередь себя, да, самой лучшей, самой красивой, ну и так далее, и так далее. Королевой, короче говоря, королевой. Знаете, а вы, вы себя так не считаете, вы себя так не ведете. Понимаете, какая штука? И из-за этого мужчина теряет ценность вашу. Понимаете? Вот. То есть здесь нужно в первую очередь работать именно над уверенностью в себе. здесь в первую очередь нужно работать над тем, чтобы вы, ну, может быть, не боялись того, что человек вас там, например, бросит или оставит, или что-то еще. Чтобы вы не требовали от него чего-то, а чтобы вы давали ему, чтобы вы окружали его лаской, теплом и заботой. Понимаете? Чтобы у него и в мыслях не было вам изменять. Как бы, а зачем, зачем человеку изменять, да, если его женщина, она ему все дает и так. Понимаете? Вот. Зачем изменять? Для чего изменять, какой в этом смысл? Понимаете? Какой смысл изменять? Вот. Так. Дальше. В общем, все одно и то же. Сейчас он, значит, так, уехал в работе в какую-то секретную часть, где ни с кем не встречается, но вообще не ручается. Так а чего страшного общения-то для вас? Так вот, я ушла, а у прощения просто. А из-за чего вы ушли? Так две недели молчу, и как только подумаешь, надо ответить, так сразу злость, гнев и все эти сцены в голове. А какие именно сцены в голове? Тут только сцены такие, что вы за ним следите, вы нарушаете его личные границы, вы не уверены в себе. Какие сцены-то в голове могут быть? Ага, дальше. С другой стороны, такое впечатление, что я для него не важна, раз он не может от этого всего отказаться. А от чего-всего, опять-таки, просто общение, что в этом такого? Это, еще раз повторю, нужно выяснять характер общения, какое оно. Но если это просто общение, то мужчины действительно различают общение и, как бы, секс. Мужчины различают любовь и секс. То есть, как бы, это абсолютно нормально именно для мужчины. Понимаете? Вот. Поэтому не совсем понятно, от чего именно выходить с собой он отказался. Я в отчаянии, это мои первые серьезные отношения, я его люблю. Вы знаете, здесь я рискну, пожалуй, поставить под некоторое сомнение ваше утверждение относительно того, что вы его любите. Потому что тот, кто любит искренне и без примесей, он, во-первых, не ревнует, во-вторых, не следит, и, в-третьих, не требует от человека что-то сделать. Потому что, как бы, вы не пишете о том, как давно он начал общаться с разными знакомыми. То есть, вы не пишете, что он всегда общался с знакомыми. Вам его нужно принимать таким, как он, наверное, принимает, что вы ревнивые. Далее. Ну, что вы ревнивые, это неправильно, и это нужно корректировать. Потому что ревность способна убрать любые чувства. Убить. Убить. Любые чувства. Вот. Вот. Как бы. Вот. То есть, как бы здесь вы, как будто вы оправдываете свое поведение. Далее. Ваши чувства, то, что вы описываете, значит, злость, гнев и так далее, это ваши чувства. Вот. Это ваши чувства. И они продиктованы вашей реакцией. То есть, мужчина здесь, он не при чем. Мужчина, он вам то, что может дать, он вам дает. Он с вами, он давно с вами и так далее. Вот. Поэтому нужно перестать искать виноватых в том, как вы себя чувствуете, и определиться, наконец, с причинами, по которым эти чувства у вас возникают. Я имею в виду, что, скорее всего, данные чувства являются результатом защитной реакции вашего сознания. А точнее, подсознания. Которая воспринимает данную ситуацию как угрозу вам. И вот именно то, в чем заключается эта угроза, и стоит разобраться, откуда это идет у вас и почему. В разделе вопросов, ну, в категории вопросов, вы поместили свой вопрос как семейные отношения. Но вы же не пара семейная. Вы же вроде бы не женаты, у вас нет семьи. Соответственно, здесь ваш выбор не очень понятен. С точки зрения психологии, вам требуются консультации для психотерапии для того, чтобы снизить уровень своей ревности и не портить жизнь себе и, значит, близким вам людям. Изгоняя из того, значит, что вы написали, я могу дать вам следующее задание для домашней работы и с последующей проработкой уже с психологом непосредственно. Значит, первое задание звучит так. Вам нужно будет составить список того, что вы в себе не принимаете. И аргументировать это. Что не принимаете, почему не принимаете, а также наоборот, что вы считаете в себе хорошими проявлениями, хорошими качествами. И тоже аргументы. После чего для каждой категории, для каждой группы ваших парор, ваших качеств, я предлагаю найти противоположность. То есть прямую противоположность, так скажем. И, соответственно, тоже аргументировать это. То есть мне нужно, чтобы вы это, соответственно, аргументировали. То есть почему. Вот. После того, как вы... составите пары своих качеств, я рекомендую вам сделать следующее. Просто подумать. Просто подумать, подумать. немножечко о том, что эти пары качеств могут значить для вас. Вот. То есть какое они значение могут иметь для вас. Вот. Соответственно, это то, что... Это первое задание будет, потому что там дальше предполагается работа. И второе. Поскольку вы с моим парнем еще не расстались, ну, до конца, то, если вы его любите, и тем более, если он уехал в секретную часть, то я рекомендую вам не расставаться с ним так, а сойтись до тех пор, пока он не приедет все-таки. Потому что это будет... Ну, это было бы справедливо по отношению к нему, да? Вот. И, значит, после того, как он приедет, уже решите этот вопрос. Будете вы вместе или нет. Ну, каждый раз, когда вы ревнуете, каждый раз, когда вам хочется ревновать, старайтесь окружить человека в этот момент лаской, теплом, заботой, нежностью и так далее. Данное упражнение поможет вам немножечко переключить свое поведение, немножечко вместить акцент с объекта вашей ревности на молодого человека. и позволит вам сделать так, чтобы энергия, которую вы чувствуете, трансформировали немножечко в другую энергию, другого рода. Энергию другого рода. А, вот. Значит, эм... Соответственно... Соответственно... Если вы... Несколько раз... Сделаете это... Ну, вот. Реализуйте то, о чем я говорю. То у вас появится шанс по-другому выстраивать отношения с молодым человеком. Вот. И у него будет меньше поводов общаться с другими девочками, а у вас постепенно будет меньше поводов ревновать с его. Но еще раз повторю, Я думаю, что... Без... Без... Работ... Работы над собой... Без... Без... Адекватной работы над собой... А... Вам будет сложно... выстраивать отношения с другими людьми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.